Реализация проектов ТОС. Жители поселка Сан-Бали решили проблему с обеспечением качественной водой. Подробности в следующем сюжете. На момент создания территориально-общественного самоуправления ЛАД, председатель которого является Ирина Георгиевна Ерохина, в январе 2020 года на большой территории Сан-Балинского сельского поселения, находящейся в отделении от поселковой скважины, существовала проблема с обеспечением качественной воды. Подвоз воды осуществлялся при помощи автомобиля с бочкой один раз в неделю. Водой заполнялись большие емкости жителей села, а впоследствии ими же переносились ведра к себе в дома. Большая часть людей, проживающих на этой территории, это люди преклонного возраста. И подобный процесс доставки воды обрекал их на употребление зачастую застоявшейся и несвежей воды. Проблему с обеспечением качественной водой жители 7 улицы поселка Сан-Бали решили попробовать устранить через объединение в ТОС и участие в краевом конкурсе проектов с распределением грантов. Победа в краевом конкурсе проектов ТОС позволила жителям села провести буровые работы за счет выигранного гранта в размере 209 тысяч рублей. В своем проекте по установке водозаборной скважины «Сок земли» ТОСацы запланировали дополнительно оборудовать свою территорию, поставив своей бессилами деревянную беседку, тротуар и площадку вокруг скважины, вырубить и убрать кустарники, высадить саженцы сосен. Окончание реализации данного проекта ожидается в сентябре-октябре 2020 года. Хочется пожелать санболинцам в дальнейшем воплощения в реальности новых замыслов с целью экономического и социального благополучия населения. Отдельно отметить и поблагодарить главу санболинского сельского поселения Черного Николая Геннадьевича за его активное участие в вовлечении жителей в территориальное общественное самоуправление и сплочение их в процессе совместной деятельности по созданию комфортных условий проживания. За его постоянное участие в организации выполнения всех видов работ в процессе реализации проекта. Поиск и контроль услуг по бурению скважины, организацию строительства деревянных построек, подготовку и очистку территории.